Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отрасль которых ощутимо пострадала в период пандемии, освободят от выплаты имущественного и земельного налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. В расчёт берут объекты, которые используются в рабочих целях. По транспортному налогу тоже предоставляется освобождение на все транспортные средства, которые используются в предпринимательской деятельности, за исключением маломерных судов, применяемых в некоммерческих целях и зарегистрированных в органах ГИМС, МЧС. Посмотреть перечень наиболее пострадавших отраслей можно в постановлении правительства номер 434 от 3 апреля 2020 года. Никакие заявления и документы подавать не нужно. Информация в налоговой обновляется автоматически. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет имеют право на федеральную льготу. Она освобождает предпенсионеров от налогов в отношении одного объекта определенного вида. Это жилой дом или его часть, квартира, ее часть или комната, гараж или машина-место, а также хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров, которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства. По земельному налогу выполняют вычет 6 соток на один земельный участок. По транспорту предоставляют льготу на одно средство мощностью до 150 лошадиных сил. Сотрудники инспекции напоминают саровчанам о том, что до 30 апреля нужно предоставить декларацию по форме 3 НДФЛ. Физические лица, которые получили доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, которые находились в собственности менее трех лет, а также получили доходы от сдачи в аренду имущества. Декларацию можно заполнить в программе на сайте ФНС России, через личный кабинет налогоплательщика, госуслуги или прийти в инспекцию лично. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.